Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители нашего канала YouTube «Сангейт Центр». Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель Центра. Рядом со мной находится Владимир Гольдштейн, писатель, публицист и автор и ведущий программы «Онтология Тайн». И сегодня у нас очередная программа. Володя, здравствуй! Добрый день! Мы сегодня поговорим о контактах. Причем не просто о контактах, а о так называемых контактах третьего рода. Ну, понятно, что когда мы говорим слово «контакт», то у всех сразу возникает ассоциация с инопланетянами. Ассоциация правильная. Что такое контакты третьего рода? Контакт первого рода – это когда люди видят просто какой-то неопознанный летающий объект в небе, допустим, где-то, и не совсем понятно, что это. Иногда фотографируют его, иногда нет. Ну, это называется контактом первого рода. Контакт второго рода, когда наблюдается посадка этого объекта, и в этом случае она чаще фиксируется какими-то фото- или видеометодами, во всяком случае имеет место посадка на Землю, то есть, как бы, имеется наблюдение вот этого объекта уже ближе. Ну, и, наконец, контакт третьего рода, когда наблюдаются непосредственно инопланетяне, пришельцы, и возникает, ну, некий контакт с ними. Этот контакт может быть совершенно разный, от просто визуального, их видят или фотографируют, или нет, до, ну, скажем, уже какого-то рода общения. Есть множество примеров контактов первого и второго рода, и не очень много контактов третьего рода подтвержденных. Я сегодня хочу вспомнить о контакте третьего рода, который можно считать подтвержденным, потому что была масса свидетелей, этим занимались серьезные ученые, уфологи, к этому отношения имели даже военные. И этот контакт хорошо описан в литературе, называется он тургайский контакт. Почему тургайский? Дело в том, что это произошло на территории Казахстана, вблизи города Державенска, и там находится как раз вот эта тургайская местность. Произошло это в 1979 году. Что же случилось? Там находился лагерь пионерский в районе Державенска. В этом лагере было порядка 30 детей в этот момент, то есть и до 50 детей. Детская смена. И они вышли погулять за ворота лагеря, отошли от лагеря примерно на километр. Там равнинная местность с небольшими холмами. Дело было в начале июня 1979 года. И после небольшой вспышки, которая раздалась, которая произошла на некотором расстоянии от них на холме, они вдруг заметили несколько фигур трехметрового роста, которых они вначале приняли просто за каких-то людей, за прохожих. Стали их звать к себе. Но когда они их подозвали к себе и те подошли ближе, выяснилось, что к людям эти фигуры не имеют никакого отношения. Они были с большими красными светящимися глазами. Рост, как я уже сказал, порядка трех метров. У них были некие такие непонятные светящиеся юбочки, причем периодически ситуация менялась. Юбочки сначала были белыми, а фигуры темными. Потом фигуры становились белыми, юбочки темными. В общем, ребята не на шутку испугались вместе с вожатой, которая там была, и побежали в сторону лагеря. Вот когда они бежали, эти фигуры, там была извилистая дорога, фигуры эти шли за ними, как им казалось, с выпученными глазами и с вытянутыми вперед руками. И сопровождали их вплоть до лагеря. Причем, когда ребята бежали, там рядом был такой лесок, так вот эти фигуры перемещались по леску и раздавался страшный хруст веток. То есть они шли параллельно с ребятами. Ну, там была страшная на самом деле паника. То есть как бы бежали в панике с криками, с воплями о помощи. Но когда добежали до лагеря, то тут уже и родные стены помогают. Там был такой небольшой заборщик в лагере, штакетник. Дети забежали за него вместе с вожатой. Увидели опять эти фигуры и стали их звать к себе. И, кстати, я еще забыл вспомнить о том, что один из этих ребят, у него развязался кроссовок, он периодически останавливался, завязывал кроссовок. И вот эта фигура одного из странных существ подходила на расстояние 3-5 метров к нему. То есть вообще это вблизи было, ну, прекрасно рассмотреть. Ну, после того, как они попали в лагерь, они стали подзывать эти фигуры вновь к себе. Те уже не подошли, постояли и ушли. Однако вечером этого же дня вожатая отделала обход лагеря и обнаружила сидящего, это существо, сидящего на стуле на одной из тропинок. Ну, нужно, как бы не нужно, вернее, говорить о том, что она была в полной совершенно панике. Тоже оттуда убежала. Однако потом удалось провести замеры. Так вот, оказалось, что стул, этот, на котором он сидел, такая-то, типа табуретки, оказался вдавленным в землю таким образом, что вес сидящего был не менее 350 килограмм. То есть это потом уже исследовалось? Это уже потом, да, все произошло. Потом уже измерили степень вдавленности ножа в стуле в землю. Но это было массовое наблюдение. Видели это вот порядка, все, кто там был, это порядка 20-30 школьников. И на самом деле эта история никуда бы не попала, если бы не один момент. Ну, потому что это был 79-й год, и о таких вещах вообще вслух говорить не слишком было принято. Марсиан официально не было, инопланетян, соответственно, тоже. Но там... Да и сейчас их как бы... И сейчас нет. Официально нет. Официально нет. Да, но тогда их официально еще сильнее не было в Советском Союзе. Но произошло некое совпадение. Дело в том, что одной из участниц вот того самого случая была девочка, которая оказалась дочерью замполита местного отделения милиции. Это очень важный момент. Она все это рассказала папе. История вышла за пределы лагеря. Об этом как бы начали трубить во все те трубы, которые там были в тех местах. Вот. И в конце концов было написано письмо в известный в то время журнал «Техника молодежи», где дети описывали то, что с ними случилось. Причем описывали в подробности, достаточно ярко, с местом, где это все было, с указанием того, что свидетелей было много и так далее. И в конечном счете, через определенное количество инстанций, это письмо попало к достаточно известному исследователю, уфологу Лестратову. Он вице-президент уфологического союза России, Анатолий Лестратов. И, несмотря на 79-й год, ему удалось хитрыми путями выбить командировку вот туда, в Тургайскую местность, в Державинск. Он сделал это, причем через военных, и попал туда, в Державинскую воинскую часть, которая, как ни странно, как он в общем не предполагал, но как оказалось, была одной из самых засекреченных частей, потому что в ней находились небезызвестные ядерные ракеты «Сатана» на вооружении. Причем порядка 15% всех ракет находилось именно в этой части, в Казахстане, была совершенно засекреченная часть, засекреченная местность. Но вот туда ему и удалось выбить себе командировку. Ну, интересно, что поскольку действие происходило в Советском Союзе, он был абсолютно уверен, что, ну, по крайней мере, дозиметры уж в воинской части такого уровня найдутся. Дозиметр, с помощью которых удастся померить радиационный фон вот в месте, где что-то, возможно, приземлялось, но откуда-то выходили же эти существа, и была какая-то вспышка. Хотя он туда приехал уже год прошел спустя, вот через то время, когда эти события произошли, он там целая история списался сначала со школы имени Крупской, где все это происходило, потом получил эту командировку в воинскую часть, тоже заняло определенное время, то есть там происходили события, происходила переписка, не по электронной почте, которая тогда, естественно, не была, а по почте обычной, которая ходила долго и медленно в Советском Союзе. Вот, но оказалось, что дозиметры в воинской части есть, а вот элементов питания к ним нет, и достать их негде. Поэтому, если бы что-то случилось серьезное в этой воинской части, то мерить радиоактивность было бы абсолютно нечем, только приборами, не имеющими никаких элементов питания. Ну, как бы там ни было, ему удалось опросить всех участников этих событий, на диктофон были записаны показания, они дали письменные показания, все прекрасно, все помнили, но вот что интересно, что вот, как всегда это бывает в тех случаях, когда люди рассказывают правду, и они не сговорились, это все совпадало в основном, в каких-то основных вещах, но расходилось в мелочах. То есть, каждый помнил что-то свое, хотя, в общем, картина как бы была цельная, общая, и действительно шла речь о встрече с пришельцами, вот в том виде, в котором я рассказал. Это, кстати, также происходит, также вот точно в Евангелии, где разные евангелисты описывают события, происходящие с Иисусом, где есть свои детали, хотя общая картина складывается цельная, одна и та же. Ну, Лестратов был этому, конечно, сильно удивлен, но еще больше он был удивлен тому, что когда он приехал в воинскую часть и рассказал все это замполиту, а начальник части был в отпуске, то замполит, вместо того, чтобы, как думал Лестратов, проявить некоторый скепсис, ничуть не бывало, он стал в свою очередь рассказывать то, что там у них происходило на их участках с ракетами, всякие удивительные события, связанные с НЛО и прочим, и попросил, чтобы Лестратов и его напарник, который с ним приехал из еще одного института исследовательского, чтобы он разобрался вообще, чтобы они вообще, когда наука приехала, поняли, что там происходит, то есть там творили странные, удивительные события, и военные об этом прекрасно знали. Вот вся эта история осталась на бумаге, осталась еще раз зафиксированная и на пленках, хотя потом там оказалось по халатности эту пленку у диктофона потеряли, но осталась зафиксированная в письменных показаниях участников, они прошли с ними по этой местности, все все рассказали, передали все эмоции, есть фамилии всех этих людей, фамилия девочки этой, которая была дочерью Замболита. И вот прошло же очень много лет, прошло порядка потом 20 или 30 лет, и местная газета опять нашла этих людей, тех, кто участвовал в всех этих событиях, этих детей, что интересно, они все прекрасно помнили, и в тех же деталях, по сути дела, настолько это все было ярко, описали все эти события, которые произошли. Ну вот, Тургайский контакт остается одним из самых подтвержденных документально, хоть и не было каких-то в то время фото-видеозаписей, невозможно было снимать на смартфоны, которых еще не было, но показания очевидцев достаточно красноречивы. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то комментарии, какие-то вопросы, связанные с контактами третьего рода, с контактами вообще, или с Тургайским контактом, пожалуйста, пишите нам, можете позвонить сейчас, Майкл озвучит, куда можно к нам обращаться. Мы с удовольствием будем рады ответить на все ваши вопросы и комментарии. Да, спасибо, Владимир. Дорогие друзья, это антология Тайм-программа. Владимир Гольштейн, автор, публицист и писатель. Ну и этот Тургайский контакт, это не один, который был, их было множество, это просто описано. И мы будем вас знакомить со временем с другими какими-то непонятными, загадочными вещами. Ну а сейчас разрешить с вами пообращаться. Единственное, куда вам обращаться, если вы хотите задать вопрос. Ну, во-первых, это sungatescenter.com, тройной W sungatescenter.com, на английском языке, на русском языке sungatesradio.com. Это наш скайп, sungates108, телефон, если вы хотите позвонить, 1-847-226-9956. Программы записываются, выкладываются в YouTube. Ну, пока есть такая возможность смотреть выложенные программы в YouTube. Говорят, какие-то будут санкции, непонятно почему, приниматься в отношении России. Да, Россия. То есть, возможно, ну пока, мы не знаем, пока, во всяком случае, есть такая возможность смотреть и задавать такие вопросы, но Facebook закрывать никто не будет, вряд ли это будет. А вот на Facebook дублируются эти программы, которые идут с YouTube. Поэтому sungatesradio, если вы найдете на Facebook, то вы можете тоже там задавать свои вопросы, оставлять комментарии, свои замечания. Спасибо большое, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok